Сегодня, 3 декабря, в нашей стране отмечается День неизвестного солдата. Это День памяти и скорби по тем, кто не вернулся с полей сражений, и места за хранение их не установлены. Город Лабытнанги присоединился к митингам, прошедшим в российских городах и поселениях. Репортаж Анастасии Шиховцовой. Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, выражение лабытнанцами скорби от утраты тех, кто не вернулся домой. В этот день мы почтим память всех пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, которых было немало и после Великой Отечественной войны. В России невозможно найти семью, которую бы не опалила огненным дыханием самая страшная война 20 века. Вечная слава героям, вернувшимся с фронта. Низкий поклон героям, погибшим за родину. Вечная память героям, кто пал безымянным. Минуты молчания почтили память погибших солдат. После песен, посвященных героям, жители города возложили цветы у вечного огня. Безусловно, каждый такой день, не назвать его, конечно, праздником, это повод для того, чтобы каждый из нас вспомнил своего близкого человека, который погиб в ту войну. Всякий раз, пребывая на таком мероприятии, я вспоминаю своего деда по линии мамы, который умер в 78 лет, но от ран военных. Деда по линии отца, который погиб на Украине и там же и похоронен. И чем старше становишься, тем больше проникаешься всем трагизмом тех лет и понимаешь, насколько это было больно и страшно. Этот день очень важный, так как много людей, много наших солдат, это были не только мужчины, но и девушки, отправились на фронт и, к сожалению, не вернулись. Многие из них остались без вести пропавшими и их семьи до сих пор не знают о их захоронении. И поэтому этот день является действительно важным в нашей жизни, потому что это единственный день, когда мы можем подойти к могиле неизвестного солдата и возложить цветы. Зная, не зная, но это горе действительно коснулось каждую семью. В моей семье это тоже было, и мы это стараемся донести до своих детей, чтобы они также в такой же день, как и мы, приходили и возлагали цветы. Лабытнанский городской музей занимается поисками неизвестных солдат несколько лет. Со времен первого директора музея в архивном списке было 99 фамилий тех солдат, кто был призван в Великую Отечественную войну из поселка Лабытнанги. Но в конечном итоге выяснили, что этот список неполный. Были неизвестные солдаты, ранее не учтенные в этом списке, которые на сегодняшний день найдены благодаря музейным работникам. Сегодня доподлинно известно 104 человека, которые были призваны из поселка Илвал и Лабытнанги на Великую Отечественную войну. Эта информация у нас обновляется и дополняется постоянно, так как на сегодняшний момент все больше и больше открываются архивные документы. Есть возможность работать в архивах, не выезжая к ним в архивы, и поэтому сейчас можно эту информацию узнать гораздо быстрее. В этом году музей презентовал книгу памяти. Книга была сделана в электронном варианте. И сейчас каждый житель города может подойти к электронной версии книги, узнать о лабытнанских героях, благодаря которым мы живем на этом свете. Анастасия Шиховцова, Эдуард Захаров, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Спасибо. Спасибо.